Организовывать коллективные творческие дела и игры, барабанить, разучивать новые песни, знакомиться с пионерской символикой, отрабатывать чеканный шаг в знаменной группе. Это лишь малая часть работы, которую проделали ученики школы пионерских профессий. Самым активным ребятам, которые успешно закончили обучение в этом году, в торжественной обстановке вручили сертификаты и патенты. Массовые мероприятия для нас это уже традиция. К сожалению, за прошлый год никаких массовых мероприятий не было. И сейчас появилась такая возможность, когда немного пошли послабления, и все-таки мы сможем все встретиться хотя бы в актовом зале Дворца детского творчества и наградить самых активных ребят. Школа пионерских профессий подразумевает личностный рост каждого ребенка. Сегодня он пришел обучаться навыкам новой для себя профессии, завтра станет правой рукой в ведении станции, а позже уже и сам будет инструктором и с легкостью будет обучать других ребят. Звание инструктора на самом деле очень почетное звание, которому стремится каждый ребенок, но не каждому удается получить такое звание. Для этого он должен получить сертификат минимум по двум профессиям и иметь в наличии как минимум один патент. А также у него в портфолио должна быть организация не только общешкольных мероприятий, а также и городских мероприятий. Для ученицы третьего лицея Ульяны Скородумовой это не первое восхождение к звездам. Девушка несколько лет состоит в пионерской дружине «Космическое имени Титова». И за это время, по ее словам, получил неоценимый опыт, который помог подготовиться к участию в престижном конкурсе «Лидер 21 века». Это очень важный конкурс. Он дает старт начинающим активистам и также очень хорошо продвигает уже ребят с опытом. В своей творческой визитке я постараюсь отразить себя, раскрыться жюри. Но я считаю, что именно в этом конкурсе главное качественно себя презентовать, нежели чем заработать первое место. Финал регионального конкурса «Лидер 21 века» состоится 20 мая в Нижнем Новгороде. Екатерина Шмакова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.